Понедельник правительство Литвы отвергло проект долгожданного педагогами страны коллективного договора, на подготовку которого ушло несколько лет. Это прямое нарушение принципов социального диалога, нарушение международных обязательств и законов нашей страны, заявили сегодня профсоюзные деятели. Готовим жалобу в Международную организацию труда касательно несоблюдения нормативных актов. Через свои международные организации попытаемся обратиться в Европейскую комиссию, так как нарушены права Евросоюза. А именно дискриминация как пожеланий социального партнера, так и всего общества. Премьер Альгердас Буткевичус обязался в сентябре подписать этот договор, однако вернул его на доработку в Министерство науки и образования. Профсоюзы возмущены также тем, что в этом министерстве намерены единолично в нарушении всех договоренностей корректировать такой важный документ. Коллективный договор не содержит никаких экстраординарных требований, благодаря которым педагогическая общественность вознамерилась бы перелезть через головы представителей иных социальных групп. С красным маркером мы изучали программу правительства. Суть в том, что руководство страны не выполняет свою же программу. Это правовой акт, и правительство обязано было его выполнить. Но ни Министерство науки и образования, ни Министерство финансов этого не сделали. Минфин отказывается выделять средства на образование, утверждали сегодня лидеры профсоюзов. Однако при малейшей возможности перераспределить финансовые потоки, приоритеты отдаются Министерству обороны, а не просвещению, подчеркнули собравшиеся. ЮНЕСКО рекомендует тратить на образование 6% от ВВП. У нас эта цифра составляет 4,2% от ВВП. Но и это еще не все. На 2017 год Минфин подтвердил выделение еще меньше средств, а именно 3,8% от ВВП на нужды образования. Касательно коллективного договора, можно сказать, что премьер сознательно затягивал время, чтобы до выборов не было никаких акций протеста. Но у нас есть сюрприз лично для премьера, который будет представлен 5 октября, в День Учителя, во время пикета у стен правительства. Причиной же возврата документа на доработку явилось наличие в договоре статей, которые требуют дополнительных финансовых затрат. Однако, как заметил один из лидеров профдвижения, это требование равносильно тому, чтобы свадьба была без невесты. Это то же самое, чтобы обещать НАТО приобрести 80 бронемашин и в бюджете не предусмотреть на это средств. Профсоюзные лидеры считают, что кабинет министров, показав свое отношение к переговорам, продемонстрировал тем самым, как будут выглядеть отношения работодателя и работника в свете нового трудового кодекса, который коалиционное правительство так усиленно проталкивало. На сегодняшний день в Литве насчитывается более 2300 образовательных учреждений, в которых трудятся более 33 тысяч учителей. Андрей Танин, Игорь Конин, Первый Балтийский канал. Огромный, да, Витя?